Здравствуйте! Сегодня я хочу вас познакомить с книгами классика австрийской детской литературы Кристини Нюстлингер. Это рассказы про Франца. Книги серии смотрят на мир глазами маленького Франца, которому в первой книге пока еще 6 лет, но он уже готовится к школе. У Франца все как у обычного мальчика. И папа, и мама, и старший брат, и воспитательница любимая в детском садике, и друзья. И, конечно же, у него свои тайны, свои секреты, свои проблемы, которые, на первый взгляд, взрослым кажутся смешными, но на самом деле за ними стоит очень глубокий смысл. Ну, допустим, как жить мальчику и что делать, если он раз во щеки, голубоглазый, с кудрявыми длинными волосиками? Как доказать всему миру, что он не девочка, а мальчик? Или что подарить маме на мамин день, ну так, чтобы она обязательно обрадовалась этому подарку? И Франц такой подарок придумал, подарил маме. А мама, несмотря на необычность подарка, с честью вышла из этой ситуации. В предисловии к этой книге говорится о том, что рассказы про Франца – это идеальное чтение для тех, кто уже начал читать самостоятельно. И я не могу не согласиться, потому что действительно эти книги для только начинающих читателей. Книги хорошие, крупный шрифт, нормальный размер между строками и иллюстрации Кати Толстой, которые сопровождают текст, но не отвлекают от него. И ребенок, прочитавший эту настоящую книгу, несмотря на ее объем, с радостью может маме сказать, «Мама, я прочитал целую книгу». Всего в этой серии 19 книг, и я думаю, что любознательным читателям захочется прочитать каждую из них. Так ли это, скажут наши юные читатели. Я прочитала книжку, которая называется «Рассказы про Франца». Мне эта книжка показалась очень смешной. И там Франца воспринимали все за девочку. И еще там Франц как-то раз делал маме шляпу, и эта шляпа была очень смешной. Мама ее надела, и папа Франца, и брат Франца расхохотались над мамой. И еще Франц очень расстроился из-за того, что все смеялись. Пришлось маме надеть шляпу на улицу. Он туда даже фантики от конфет напихал. Еще Франца воспринимали все за девочку, и из-за этого он снял штаны. Я рекомендую почитать ее всем. Я знаю, что есть еще части этой книжки. Я с удовольствием их тоже буду читать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...